Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 2 мая день Иоанна. Назван в честь памяти преподобного отца Иоанна Ветхопещерника. Презрев мирскую жизнь, Иоанн удалился из Отечества и странствовал по разным местам во имя Господа. Наконец он остановился в Ветхой Лавре, которая появилась первой. Обуздывая плотские страсти вожделением, святой Иоанн подражал великим древним постникам, всеночными бдениями, непрестанным памятованием о смерти, достиг совершенного умерщвления плоти и стал ангелом во плоти. Простой народ в этот день почитает не только Иоанна Ветхопещерника, но и Иоанна Война, который известен своим даром находить и наказывать воров. И если у человека что-то пропало сегодня, то он отправлялся в церковь и служил молебен святому Иоанну Войну. И открывалась истина, кто был вором. К Иоанну Ветхопещернику сегодня обращались с молитвой для того, чтобы защитить родных и близких от разного рода бед. Существовала древняя традиция – выносить в поле холсты и просить весну о хорошем рожае. Крестьяне кланялись на все стороны света, после чего, обернувшись на восток, говорили – вот и тебе, весна матушка, новая новинка. На разосланные холсты клали испеченный пирог и возвращались домой. Наши предки считали, что весна одевается в новые одежды, полакомится овощением и за это даст им прекрасный урожай конопли и льна. Одевать весну в новое платье – есть старая славянская традиция. 2 мая развешивали одежду на кустах или раскладывали на земле, которая поросла молодой травой. Считалось, что сила растущей травы и вешней воды передается холстам, а сила солнца передается человеку через ткань. Приметы. Если сегодня дождливый и пасмутный день, июнь будет сухим и солнечным. Теплая погода сегодня предвещает похолодание в конце месяца. Если первая майская раза с ливнями, молниями и громом придет с юга на теплое лето, если с севера – на холодное лето, если с запада – на дождливому прохладному лету. 27 лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты, что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение жидкости, меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке, да во все. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны и во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!